Добрый день. Как меня уже представили, зовут Захар Кин Денис, компания VR Concept. На самом деле я рассказывать буду больше скорее о виртуальном прототипировании, применении виртуальной реальности в машине строения и в строительстве. В принципе по поводу нашего программного обеспечения и продукта VR Concept у нас есть стенд, к нему можете подойти, можем пообщаться, рассказать, а главное это показать. Главное вы можете увидеть, как собственно наш софт работает с АПР моделями и решает индустриальные задачи. И да, софт абсолютно российский, то есть в том числе и движок. Можете пожелать нам удачи, нам как раз недавно пришло объявление о том, что в Росреестре началась экспертиза нашего софта. Спасибо. Дело тяжелое, шли полтора года к нему. А так, софтом. Хорошо. Так, ну собственно я занимаюсь VR уже более 10 лет. В компании V-Group все началось, мы были интегратором, ну есть интегратор V-Group, профессиональных VR решений для как раз строительства, машиностроения, судостроения, авиации, нефтегаза и так далее. Поэтому за это время было решено много различных проектов, и в том числе был опыт взаимодействия с зарубежными коллегами по зарубежным проектам. Вот три года назад мы начали разрабатывать свой софт. Собственно, что такое виртуальное прототипирование? Собственно, при создании любого сложного изделия нам необходимо его увидеть, его пощупать, да, и увидеть натуральную величину для того, чтобы отработать процессы компоновки, для презентации заказчикам, для отработки собираемости и обслуживаемости изделия уже на следующих этапах. Вот, собственно, виртуальное прототипирование позволяет от этих полунатурных макетов отказаться на ранних стадиях, при этом имея возможность работать в полный масштаб с вашим изделием в любой момент времени с текущей валидной моделью. Собственно, виртуальное прототипирование, оно позволяет вам увидеть ваше изделие на каждом этапе проектирования, провести макетную комиссию, пощупать его руками, проверить его эргономику, презентовать инвесторам, заказчикам. И виртуальная реальность позволяет, в принципе, сейчас даже пощупать и ощутить вес будущего изделия. То есть есть уже устройство, позволяющее предоставить достаточно эффектную обратную тактильную связь. При проектировании любого изделия, да, мы наблюдаем вот такую картину, как она, собственно, представлена посередке, да. Когда риски, соответственно, чаще всего обнаруживаются уже на достаточно поздних этапах, их цена возрастает в десятки, сотни, а то и тысячи раз, и поэтому очень важно риски отлавливать на самых ранних этапах. Собственно, для этого, да, необходимо нам валидировать наше изделие, валидировать его тактико-технические характеристики и, соответственно, то, как оно будет у нас обслуживаться и производиться. Собственно, виртуальная реальность, она и виртуальное прототипирование позволяют эти риски на более ранних этапах обнаружить при работе виртуальной реальности с АПР-моделью. Учитывая, что современное изделие, оно все больше и больше становится цифровым, то есть современный автомобиль, он во многом, его характеристики во многом сдаются его программным обеспечением. То есть, собственно, вот на примере военной промышленности, да, современное изделие, там, самолет или танк содержит более трех миллионов кода. И, собственно, код, да, нам необходимо разрабатывать одновременно с самим изделием, потому что тогда это будет достаточно долгий, затягиваемый процесс. То есть такая гибкая методология. Вот, собственно, виртуальная реальность, она позволяет нам этот самый код отрабатывать на этом самом АПР-модели и видеть результат его работы. При этом достаточно быстро вносить изменения либо в код, либо в САПР. И при этом люди, занимающиеся этим, они могут оказываться в одном виртуальном пространстве, даже находясь на достаточно большом расстоянии друг от друга. Собственно, эффективность использования, да, виртуальной реальности, оно уже достаточно наработало определенную статистику и показывает, что на 15-30% увеличивается эффективность производства нового изделия. Сокращаются сроки производства изделия, сокращаются риски. И, собственно, сокращается стоимость нашего будущего изделия, при этом с гораздо более увеличенным качеством и, скажем так, пользовательскими характеристиками. Также очень важно для виртуальной реальности это как раз совместная работа, потому что когда происходит разработка изделия, это происходит на стыке разных компетенций. И для этого очень важно, чтобы, соответственно, инженеры, конструктора, начальники, поставщики могли вместе это обсуждать, будущее изделия, при этом находясь в разных городах. Вот, собственно, совместная работа, она является таким очень важным моментом для виртуального прототипирования. Когда вы быстро можете кого-то выцепить из другого города и обсудить какую-то проблему, какой-то вопрос, который возникает на определенном этапе. Может быть, даже уже на производстве или на этапе строительства. Собственно, то, о чем я говорил, да, как бы это вот сокращение числа ошибок и ускорение производства нового изделия. Собственно, про кейсы. Вот пару кейсов из машиностроения, собственно, Ford и Lockheed Martin. Ford, в принципе, один из первых, кто начал применять виртуальное прототипирование для производства новых изделий. И, собственно, срок выпуска изделий увеличился, был сокращен вдвое. В случае Lockheed Martin они активно применяют виртуальную реальность как для производства новых изделий, как для обучения персонала, отработки процессов, как симуляторы и тренажеры. И, например, на F-35 при реализации системы, которой им обошлась порядка 5 миллионов долларов, они сэкономили порядка 100 миллионов долларов тем, что они могли проводить натурные работы с АПР-моделью, не создавая его как полунатурный макет, а работая с ним как с виртуальным прототипом. Если говорить про кейсы в России, то это CTSS и NAMI. В случае NAMI они реализовали у себя кадвол примерно шириной 6 метров под проект Cortesh. Это, собственно, представительский автомобиль для первых лиц государства. Собственно, размер этого экрана был выбран неспроста. Он выбрал специально, чтобы они могли увидеть автомобиль в полный масштаб, один к одному. И они активно это используют для проведения макетных комиссий, для утверждения компоновки, для выбора поставщика для различных элементов автомобиля. И, собственно, это позволило им гораздо быстрее принимать решения, сократить время на создание полунатурных макетов, для отработки собираемости, для отработки эргономики и для визуализации интерьера и экстерьера первым лицам государства. Если говорить про CTSS, это центр технологии судостроения и ремонта, то для них, собственно, это эргономика рабочих мест, это организация производства, организация верфей, это строительство будущих судов. Таким образом они вырабатывают методологии для производства судов будущего с более, гораздо высокими характеристиками, гораздо быстрее и более производительнее. VR для строительства. Это возможность увидеть будущее строение в масштабе один к одному, наложив его на ГИС, согласовать его в рамках градостроительной политики, провести его тестирование на эксплуатационные характеристики, например, на то, как правильно проложена система пожаротушения, насколько эффективно сделана система кондиционирования, насколько вообще будет удобно этим будущим зданиям пользоваться в тех целях, в которых оно, собственно, проектируется и будет строиться. Также для строительства это очень важный момент на этапе СМО. Строительство, когда они могут по, соответственно, результатам сканирования и облака точек увидеть, заранее предусмотреть и предувидеть проблемные места, когда, например, где-то что-то не дозаливается, где-то не там колонны устанавливаются, где-то что-то забыли, и отработать процесс, как, собственно, это нивелировать, как эту проблему быстрее и правильнее решить. Например, в Росатоме это уже активно давно используется, собственно, для строительства энергоплоков, для обучения персонала, потому что обучать их на реальном объекте достаточно небезопасно. и также отработка поведения в чрезвычайных ситуациях. И VR для маркетинга. Это возможность продемонстрировать будущее изделия при отсутствии его, когда оно только находится на уровне концепта, или когда только начато его проектирование, или когда оно достаточно громоздко, чтобы его, собственно, на презентацию это ввести. Тогда нам помогает виртуальная реальность, которая позволяет нам продемонстрировать все нюансы нашего будущего изделия, собственно, заказчику на месте быстро и без каких-то затрат на перемещение самого физического объекта. Собственно, Jaguar использует в своих шоурумах для демонстрации заказчикам, для кастомизации их будущего автомобиля. Это позволяет их заказчикам быстрее принять решение о том, какой автомобиль, в какой комплектации они себе хотят. Из российских примеров, например, компания Marincis Agat использовала виртуальную реальность для демонстрации своих разработок, и им не приходилось тратиться на транспортацию полунатурных макетов. Ну и, собственно, под конец стоимость внедрения на самом деле сейчас очень сильно снизилась. Для того, чтобы начать виртуальную реальность, для этого достаточно приобрести компьютер, шлем и программное обеспечение. И средняя цена входа этого дела это 15 тысяч долларов. Спасибо. 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 Спасибо.